Всем привет, меня зовут Артём, и вы смотрите Catacrap TV. Первым делом хочу вам сказать о том, что я прошёл Half-Life Alyx, и это событие, потому что эта игра действительно революционная, и она мне просто снесла крышу. Это было незабываемое 20-часовое приключение, о котором я рассказывал на своём канале Catacrap игровом. Я выложил там целых 19 видео со своим прохождением. Моё прохождение было неспешным, я искал пасхалки, шутил, в общем, развлекался, ну и наслаждался этой игрой, поэтому если вы тоже хотите насладиться, то обязательно зайдите и посмотрите. Алекс снесла мне крышу, поэтому ждите на этом канале ещё видосы по этой игре. Мне хочется продолжать рассказывать о Half-Life, потому что я очень люблю эту вселенную, и вообще, наверное, Half-Life — это моё самое любимое научно-фантастическое произведение. Поэтому я продолжаю вспоминать историю Half-Life, и в этом видео, как и обещал, Дилси — полная история серии Portal. В 60-е годы компания Percher Science разработала первый прототип портальной пушки. Выяснилось, что порталы успешно создаются на поверхностях, покрытых лунной пылью. И Киев Джонсон, владелец компании, не жалея средств, начинает перерабатывать лунные камни в тонны специального преобразующего геля, которыми покрываются стены испытательных камер гигантского комплекса, построенного в соляной шахте. В 1986 году, чтобы обставить главного конкурента — чёрную мессу, для управления комплексом Аперчер был разработан искусственный интеллект — Гладос, что расшифровывается как генетическая форма жизни и дисковая операционная система. А через три года Гладос был подключен в модуль с сознанием Кэролайн, секретарша Кейва Джонсона. Девять лет спустя Гладос пытались активировать, но все попытки выходили неудачными, поскольку каждый раз у него возникало желание убивать — 16 триллионов раз в секунду. Для того, чтобы избежать восстания машины, ученые оснастили Гладос несколькими ограничивающими модулями, включая модуль смягчения интеллекта, спроектированного дурака — Уитли. В начале 2000-х Аперчер Сайенс устраивает праздник «Приведи дочку на работу», на котором дети сотрудников представляли свои научные проекты. В этот день произошла активация Гладос, которая тут же заблокировала весь комплекс и убила большинство сотрудников с помощью нейротоксина, а на других начала проводить эксперименты, бесконечно гоняя их по портальным комнатам. Один из выживших сотрудников, почти окончательно сошедший с ума программист Даг Райтман, успевает подключить Гладос в модуль морали, запрещающий ей распылять нейротоксин. Он, полагаясь на свою интуицию, меняет порядок испытуемых, поставив первой в списке Челл, которая, вероятнее всего, была одной из девочек, пришедших в тот день на праздник в Аперчер Сайенс со своими родителями. Девушку хотели изначально отстранить от испытаний из-за повышенного упрямства. В ее личном деле сказано, что она никогда не сдается. Даг уверен, что именно упрямство Челл поможет победить Гладос. А тем временем Гордон Фриман убивает Нихиланта, что приводит к портальным штормам, и на Землю прибывает войска Альянса. И спустя семь коротких часов войны пришельцы захватывают Землю и устраивают свою диктатуру. Однако это никак не сказывается на лаборатории Аперчер Сайенс, расположенной в секретном труднодоступном месте, в который приходит в себя Челл после криогенной заморозки. Она не знает о том, кто такая Гладос и что произошло на Земле. Ее единственная задача – проходить испытания с портальной пушкой. Во время прохождения испытаний Гладос несколько раз говорит Челл, что в конце она получит награду – праздничный торт. Испытательные комнаты усложнены многочисленными полями конфискации, лазерами и токсичной жидкостью. На одном из уровней Челл получает в напарнике куб-компаньон, грузовой куб, у которого на гранях вместо логотипа Аперчер Сайенс изображено сердечко. Гладос предупреждает Челл о возможных последствиях долгого взаимодействия с кубом. Может показаться, что он начал разговаривать. После того, как Челл прошла уровень до конца и уже успела привыкнуть к кубу-компаньону, Гладос требует его уничтожить. Вскоре после сжигания куба Гладос пытается сжечь и саму Челл, направив платформу с ней прямо в огонь, попросив ее лечь на живот, положить руки вдоль тела и ждать распорядителя вечеринок. Однако девушке удается в последний момент сбежать, создав на стене портал. И она попадает в подсобные помещения комплекса Аперчер Сайенс, который постепенно разваливается. На стенах она периодически встречает безумные рисунки сходящего с ума Дага Ратмана. Чаще всего встречается надпись «Торт – это ложь». Даг пытается встретиться с Челл и спасти ее. Челл же пробирается к залу с Гладос и выбрасывает в печь якобы случайно отвалившийся от робота модуль. Но это была хитрость машины. Она уговорила Челл уничтожить тот самый модуль морали, который не позволял Гладос распылять нейротоксин. Гладос пускает газ в комнату и заодно пытается пристрелить Челл из ракетницы. Но Челлу удается обернуть ракеты Гладос против нее самой и успешно ее деактивировать. Челл выбралась на поверхность, но, едва увидев дневной свет, ее утащил обратно в комплекс тот самый распорядитель вечеринок – один из ботов Aperture Science. Распорядитель вечеринок кладет Челл в криокамеру, но после уничтожения Гладос система жизнеобеспечения камер нарушена, и девушка может погибнуть. Даг Ратман из последних сил борющейся с шизофренией в попытке спасти Челл перезапускает криокамеру, погрузив девушку в вечный сон, который может быть прерван только особыми внешними факторами. Челл приходит в себя через 50 дней. Автоматический голос просит ее провести физические упражнения для поддержания формы, после чего она снова ложится спать и просыпается уже очень много лет спустя. Комплекс Aperture Science заброшен и постепенно разрушается, а ее пробудил тот самый модуль смягчения интеллекта – Уитли. Он помогает ей выбраться из комплекса, и с помощью аварийного лифта они попадают в камеру с отключенной Гладос. Поднимаясь наверх, лифт переключает один за другим выключатели, что приводит к активации Гладос. Она встречает Челл фирменными ироничными комментариями, предлагает начать новое тестирование и даже помогает ей достать портальную пушку. В одной из испытательных комнат Уитли удается увести Челл в подсобные помещения. Ей удается нарушить технологию производства боевых турелей, а также установить перекачку нейротоксина по трубам. Из-за перепадов давления Челл и Уитли засасывают в одну из пневмотруб, и они прилетают обратно к Гладос. На этот раз она не собирается оставлять Челл азейку для спасения. Гладос обставляет стеклянную камеру турелями и пытается пустить нейротоксин. Но испорченные турели не срабатывают, а нейротоксин не поступает. Челл пользуется моментом и заменяет модуль Гладос на Уитли, и тот берет под контроль весь гигантский комплекс, совершенно не представляя, как им управлять. Уитли засовывает Гладос в картофельную батарейку. Одну из поделок сыркового праздника «Приведи дочку на работу» и начинает поднимать Челл на поверхность. Однако на полпути он останавливается и предлагает ей остаться в комплексе и повеселиться. Гладос, заключенный в картофельную, узнает модуль Уитли и выводит его из себя, называя дураком. Тот приходит в ярость и сбрасывает обеих героинь на нижние этажи лаборатории. Картофельную с Гладос хватает ворона, а Челл продолжает искать путь на свободу, попутно слушая старые записи Кейва Джонсона. На одном из уровней Челл находит док, где стоял корабль Борей, исчезнувший во время эксперимента. От него остались только спасательные круги, которые не телепортировались вместе с кораблем. В одной из комнат Челл находит птичье гнездо с картофельной Гладос, берет ее с собой и продолжает путь наверх. Гладос слышит записи Кейва Джонсона, и это постепенно пробуждает в ней личность и воспоминания Кэролайн. Вернувшись в исследовательские комнаты, Челл и Гладос видят, что они поломаны. Уитли пытается навести в комплексе порядок, но вместо этого устраивает еще больше хаос. Дурак пытается убить Челл, но та сбегает и снова пробирается в комнату управления комплексом. На этот раз для того, чтобы вернуть управление обратно Гладос. Челл не доверяет ей, но понимает, что другого выхода просто нет, ведь Уитли своими неумелыми действиями может взорвать ядерный реактор и полностью стереть комплекс с лица Земли. Уитли, несмотря на свой невысокий интеллект, догадывается убрать к прибытию Челл поверхности с преобразующим гелем и пытается забросить ее бомбами, но из-за своей неловкости повреждает трубу, из которой начинает плестать этот гель. Наконец, Челл добирается до кнопки замены модуля, но и это Уитли предусмотрел. Кнопка оказывается заменирована, и Челл отбрасывает в сторону. Комплекс разваливается на части, часть крыши рушится, и сквозь дыру в потолке Челл видит Луну. От безысходности она стреляет в Луну портальной пушкой, и это срабатывает. От разницы в давлениях земной портал засасывается все вокруг, и Челл вылетает из него в космос, успев схватиться за Уитли. Когда кажется, что девушке уже не спастись, ей на помощь приходит вернувшее себе управление Гладос, которое затягивает ее обратно в комплекс и закрывает портал. Челл приходит в себя и видит рядом с собой Гладос и двух роботов, Пи-Боди и Атласа. Гладос говорит, что когда она спасала жизнь Челл, то получила эмоциональный всплеск и узнала, в какой части ее кода лежит сознание Кэролайн. И затем Челл слышит сообщение «Кэролайн удалена». Неизвестно, правда, было ли это объявление правдивым, или Гладос слгала. Но Эллен МакЛейн, озвучившая Гладос, выразила надежду, что частичка Кэролайн все еще жива. И вполне вероятно, что это правда, ведь вместо попыток убить Челл, Гладос отпускает ее на свободу, объяснив это тем, что она никогда не сдается и всегда находит решение даже в безвыходных ситуациях. Поднимаясь наверх, безоружная и обессиленная Челл оказывается перед взводом боевых турелей, но те вместо пулеметных очередей исполняют девушке прощальную арию. Челл выходит из комплекса, в залитое солнцем поле ржи, и вслед за ней вылетает обугленный, но все еще сохранивший форму, куб-компаньон. Гладос остается в комплексе не одна, а с роботами Пибоди и Атласом. Она планирует с их помощью привести комплекс в порядок и вернуть над ним полный контроль. Роботы помогают ей добраться к хранилищу с людьми в гибернации. После того, как все люди были уничтожены в испытаниях, Гладос снова активирует Пибоди Атласа. Ей кажется, что Челл вернулась и угрожает работе комплекса, якобы из-за нее не работают шасси старого мейнфрейма. Атлас и Пибоди находят причину неисправности, всему виной свившее гнездо ворона. У Гладос проявляется боязнь птиц, возникшая после заточения в картофельне, и роботы прогоняют ворону, а в гнезде находят три яйца. Гладос отказывается их уничтожать и планирует вырастить птенцов маленькими машинами для убийств. Ну что ж, это была краткая история серии Portal. Если хотите полную историю, то поиграйте сами, почитайте комикс Лабрад, ну либо же посмотрите что-нибудь прохождение, а может быть и я на своем игровом канале когда-нибудь поиграю в Portal. Сейчас-то я, кстати, думаю либо пройти Black Mesa, но вообще хочется поиграть в VR, поэтому может быть я скачу VR-мод для Half-Life, поиграю в Half-Life VR, либо поиграю в The Walking Dead of Saints and Sinners. В общем, если хотите посмотреть эти игры, добро пожаловать на мой канал Катакраб. Ну а на этом все. Не забывайте ставить свои портальные лайки, если вам понравился этот видос. Ну и в наши соцсети не забывайте добавляться. У нас есть, кстати, игровой паблик ВКонтакте CutTheFrag, там свежие новости, разные интересности. В общем, зайдите, посмотрите, ссылка будет в описании. Ну ладно, все, мне пора бежать, у меня еще куча игр не пройдена. Катакраб. Мы режем киноленты. И не только.